Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Свободный диалог». Сегодня гость нашей студии – заместитель главы Артемовского городского округа Наталья Серафьевна Волкова. Здравствуйте, Наталья Серафьевна! Здравствуйте! Социальные сети – рупор нашего времени. Они сообщают, что в пяти городах Приморья, в том числе и в Артеме, будут установлены видеокамеры, которые фиксируют соблюдение масочного режима и соблюдение социальной дистанции. Нужно сказать, что действительно мы попали в эту программу цифровизации, установки видеокамер, и они в большей части нацелены на тех людей, которые не соблюдают режим самоизоляции. Мы знаем, что у нас порядка больше чем 200 человек находятся сегодня на самоизоляции. Это те граждане, которые были в контакте с больными, у которых определен положительный результат COVID-инфекции. Либо это люди, которые прибыли из городов, такие как Москва, Новосибирск, там, где наибольшее количество зараженных коронавирусной инфекцией. Всем им по предписанию Роспотребнадзора предписано находиться дома в течение 14 дней. И наши медики наблюдают за состоянием этих людей, отслеживают их самочувствие. Поэтому им запрещено сегодня выходить на улицу, контактировать с другими людьми. И поэтому, чтобы отслеживать ситуацию, что они действительно находятся дома, поэтому такие видеокамеры устанавливаются. С каждым, кто находится сегодня на самоизоляции, есть про них информация, в том числе и номер их мобильного телефона. В этой видеокамере специально есть программное обеспечение, которое вносится в номер телефона гражданина, находящегося на самоизоляции. И тем самым, если такой человек появляется в зоне, где находится эта видеокамера, соответственно, видеокамера его фиксирует. Эти данные все сразу же поступают на пульт диспетчера. Подключаются правоохранительные органы и включаются механизмы уже административного воздействия, штрафов и так далее на тех граждан, которые не соблюдают режим самоизоляции. Такое видеонаблюдение позволяет смотреть там, где люди действительно не соблюдают дистанцию, собираются массово, что сегодня, на сегодняшний день еще запрещено. Поэтому также этот сигнал проходят правоохранительные органы, и тем самым уже и правоохранительные органы, и административные комиссии могут реагировать и, соответственно, уже профилактическую работу проводить, рассказывать гражданам, что сегодня действует еще режим ограничительных мер и что собираться в массовые мероприятия нельзя. Поэтому это не совсем фейк, это действительно работает. Ну и в дальнейшем эти камеры, конечно же, помогут нам в стабилизации ситуации и будет работать уже, когда уже даже снимется инфекция, то есть будут помогать нам в обычной жизни. Если камера зафиксирует нарушение самоизоляции и несоблюдение дистанции, штраф? Штраф на те, кто самоизоляцию не соблюдает, а с теми гражданами, которые собираются в какие-то массовые мероприятия, то организаторам, конечно, это штраф, а людям это просто будет еще раз разъяснено, и люди будут проинформированы, что пока собираться нельзя, пока не будут сняты ограничительные меры. Наталья Серафимовна, совершенно реальная ситуация. В одном из многоквартирных домов в городе Артеме в случае заболевания коронавирусом дезинфекция никакая не проводилась. Жители этого дома бьют тревогу. Пришла уборщица от управляющей компании, побрызгала, и на этом все. Как только мы столкнулись с коронавирусной инфекцией, с ее распространением, были предприняты ряд мер, даны указания всем управляющим компаниям, чтобы они проводили ежедневную по возможности дезинфекцию в обычном режиме, протирали перила, ручки дверей, и, соответственно, лестничные клетки обрабатывали дезсредствами. И, конечно же, они должны это делать, и там, где это не проводится, нужно сигнализировать и управление жизнеобеспечением, и на телефон горячей линии, и обращаться в свою управляющую компанию, чтобы такая дезинфекция профилактическая проводилась. Но в тех домах, в тех подъездах, где были выявлены граждане уже с положительными результатами инфекции, там, где они были госпитализированы, там проводится тщательная дезобработка, то есть специализированная, как мы говорим, дезобработка. Случаи заболевшие не госпитализированы, они находятся дома. Смотрите, на сегодняшний день у нас из заболевших только один человек находится на амбулаторном лечении, у которого заболевание протекает в легкой форме. Остальные все граждане у нас уже госпитализированы были, и некоторые даже выздоровели, большинство из них выздоровели и уже находятся дома. Поэтому все, кого забирали с инфекцией, увозили в лечебные учреждения, там везде, во всех домах проводилась дезобработка. Если жители не видели, но знают, что в их доме однозначно был положительный больной с коронавирусом, то они могут обратиться на телефон горячей линии, это 42539, это наше учреждение ГОИЧС, которое передадут в ответственные органы, которые занимаются дезобработкой, и обязательно такая дезобработка будет проведена. Но я вам хочу сказать, что по всем заболевших, по их адресам места жительства, везде такие специализированные дезобработки проведены, поэтому пусть жители этого дома, этого подъезда не беспокоятся. Все было сделано как положено, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Теперь давайте перейдем к позитивным новостям. Как в этом году отметили День защиты детей? К сожалению, не так весело, не так позитивно и масштабно, как хотелось бы, потому что коронавирусная инфекция внесла свои коррективы в наши планы, и большинство мероприятий, которые были запланированы, которые уже в течение двух месяцев, вот мы живем в формате интернет-пространства, онлайн-режима и так далее, поэтому все мероприятия, которые были запланированы для детей нашего города, также прошли только на интернет-пространстве. Были различные конкурсы в интернете, и на самую лучшую позитивную фотографию, и конкурсы детские разные, но только в заочном, дистанционном режиме. Но мы постарались не оставить без внимания детишек, которые находятся сегодня в стационарных государственных учреждениях, это наши детские дома, социально-реабилитационный центр. Мы с нашей общественностью, с матерями России проехали по, и нашими депутатами проехали по этим учреждениям с веселым концертом, с веселой программой, и постарались детей поздравить, сказать, что мы о них знаем, помним, что они у нас самые лучшие. Поэтому для них вот такое провели небольшую очную программу, но, конечно же, с соблюдением и масочного режима, и со всеми ограничительными мерами по соблюдению дистанции, вот в таком усеченном виде прошло это мероприятие. Вы абсолютно правы в том, что мы сейчас все практически живем в виртуальном пространстве, особенно дети. Но ведь когда-нибудь закончится режим самоизоляции, и тогда нам потребуются парки, аллеи, развлечения. Мне, может быть, настало время подумать, что будет с детским парком, с парком на 17-м километре. Есть еще парк в районе Мурманской, да и много адресов можно назвать. Да, действительно, вы правы, мы все ждем, когда закончится режим ограничительных мер, режим самоизоляции, и наступает лето, наступило лето, и, конечно же, мы будем все гулять по нашим паркам, скверам, и у нас есть такие места, но, к сожалению, они требуют сегодня пристального внимания, более качественного оборудования. В этом году мы приступаем к ремонту парка на 17-м километре, и уже к осени он преобразится, и наши жители смогут уже отдыхать в более комфортных условиях. Те парки, которые вы перечислили, действительно все уже требуют реконструкции. Всех парков я не перечислил. Зоны отдыха, и те парки, которые мы называем парками, в которых сегодня есть то немного оборудования, которое осталось. В некоторых парках, как парк на 8-м километре, вообще, кроме деревьев, и, по-моему, ничего там не осталось, и лавочек даже не стоит. Вы сейчас говорите про Мурманскую. Про Мурманскую, да. Поэтому, конечно, многие парки, многие зоны отдыха требуют реконструкции, требуют обновления. Конечно, это нельзя сделать все быстро, но то, что оно будет делаться, это есть в планах администрации, действительно оно будет делаться. И ваше телевидение, и другие средства массовой информации освещали проект реконструкции, планируемой реконструкции детского парка, и мы запрашивали у наших жителей их предложения, их видение, что должно быть сегодня в детском парке, какие должны быть зоны. Может быть, это детские зоны, может быть, какие-то оздоровительные тропы, площадки для людей уже, может быть, старшего возраста. То есть мы хотели, чтобы сегодня детский парк, это был не только парк для детей, но и для отдыха горожан всех возрастов. Сегодня есть запрос на отдых, на активный отдых жителей нашего города. В этом году мы, наконец, завершим, я думаю, что мы завершим нашу велосипедную дорожку во взрослом парке. Она уже готова к асфальтированию. Думаю, что уже ко дню города мы сможем ее использовать как велосипедную дорожку, а зимой мы сможем ее использовать как лыжную трассу. Поэтому постепенно, конечно, будем все приводить в соответствие. Понимаете, это просто процесс небыстрый. Необходимо сделать все-таки проект, чтобы получить софинансирование из краевого бюджета. Конечно, средствами местного бюджета мы не сможем сделать столь масштабные проекты, как мы сегодня делаем на том же парке 17-го километра. Ведь это очень дорогостоящий проект, потому что там есть задумка, что появится и фонтан пешеходный, и детская площадка, и будут очень благоустроены дорожки и так далее. Поэтому все это требует денежных вложений, а поскольку это деньги, то необходимо все продумывать. Поэтому, естественно, мониторим, естественно, смотрим на запросы наших жителей, где лучше, в каком месте, где более востребовано будет то или иное место отдыха. Хотелось бы все и сразу, но, к сожалению, мы все понимаем, что это требуется финансовое средство. Поэтому по мере возможности будет все делаться, но постепенно. Организация летнего отдыха детей в условиях самоизоляции или ограничения. Летнее пришкольное лагеря и загородное лагеря. Поступили рекомендации Роспотребнадзора, где говорится, что с 1 июля, скорее всего, мы сможем начать проводить летнюю оздоровительную детскую кампанию. И мы уже начали к ней готовиться. Во всех наших школах, как и в прошлые годы, откроются летние пришкольные лагеря. Надеемся, что это именно случится с 1 июля. И все наши негосударственные образовательные учреждения, которые расположены на территории города, они также готовятся к летней кампании. Единственное, что загородных лагерей в этом году станет на один меньше. В лагере «Морской берег», который находится на бухте «Муравьиная», к сожалению, он в этом году из-за финансовых трудностей не сможет работать в летней смене. У них зачастую летняя смена начиналась в июне и в июле проходила, поэтому они сегодня еще пока не готовы, чтобы сделать смену июль-август. Я хочу сказать, что в этом лагере было не так много детей из Приморского края, из города Артема. Они в основном были ориентированы на детей Амурской области, Хабаровского края. Поэтому я думаю, что это не сильно отразится на детях нашего города, на детях Приморского края, потому что лагерь «Юность», который также находится на бухте «Муравьиная», он свою работу будет проводить и также организовывать летние смены, начиная с июля месяца. Естественно, в этом году немножко меняется формат проведения. Роспотребнадзор рекомендовал более строгие меры к подготовке пришкольных лагерей, к проведению летней оздоровительной кампании. Конечно, мы сегодня довели до руководителей всех лагерей и будем соблюдать все, что там предписано. Это и постоянная дезинфекция, и термометрия, измерение температуры как у детей, так и у сотрудников учреждения в течение какого-то времени, через какое-то количество времени. Поэтому все меры, которые предписаны, будем их исполнять, потому что хотим, чтобы летний отдых прошел качественно, и чтобы оздоровительный эффект был действительно ощутим. Пока режим ограничений не снят, ни о каких спортивных соревнованиях не может быть и речи. Тем не менее, лето длинное. Будут ли в городе проводиться спортивные соревнования? Ведь посмотрите, что происходит. Спортивных площадок, придомовых практически уже нет. Растет безнадзорность и детская преступность. Что касается спорта, значит, сегодня мы уже находимся в первой стадии снятия ограничительных мер. Это занятия спортом на открытых уличных спортивных площадках и стадионах. Конечно, это еще не массовые мероприятия. Спортсмены могут тренироваться, и люди могут заниматься физкультурой и спортом, тоже соблюдая дистанцию, не собираясь в группы и так далее. Но если мы все-таки 1 июля говорим о том, что мы откроем летнюю оздоровительную кампанию, я очень надеюсь, что к 1 июля будут сняты жесткие ограничительные меры, и нам все-таки разрешат уже проведение массовых мероприятий. И именно тогда, уже в июле-августе, мы сможем провести различные спортивные мероприятия. В любом случае, и наш отдел физкультуры, и спорта администрации, и наши спортивные школы, они все готовятся, готовы для проведения и спорта-киад, и работы с нашими несовершеннолетними, и проведения массовых спортивных мероприятий. Что касается уличных площадок, то именно в прошлом году у нас началось развитие не только и установка в дворах, не только детских площадок, но как раз-таки спортивных площадок. Поэтому у нас, наоборот, в городе появляется больше спортивных площадок. Просто хочется обратиться к жителям, чтобы они более бережно относились к этим спортивным площадкам и тем снарядам, которые установлены, и их берегли и не ломали. А вот что касается детской преступности и правонарушений, то я должна сказать, что, к счастью, в этом году у нас идет снижение подростковой преступности и правонарушений. И вот буквально неделю назад на комиссии по делам несовершеннолетних мы констатировали тот факт, что у нас снижение преступности даже идет с большими темпами, чем в Приморском крае. То есть у нас преступность ниже, чем средняя краевая. Конечно, мы в любом случае не обольщаемся и говорим о том, что лето-то еще впереди, поэтому работаем. Все органы системы профилактики нацелены на то, чтобы держать именно вот такую низкую планку. Школьников, их родителей, особенно первоклассников, волнует вопрос, будет ли праздник 1 сентября, если учитывать то, что выпускного вечера в этом году практически не было. Выпускного действительно пока еще не было. Вот несколько раз встречались в этой студии, все время говорили, вы нас иногда спрашивали даже о вопросах, а когда будет ЕГЭ, мы там говорили, то оно будет 3 июня, да. Сегодня мы уже говорим, что оно будет 3 июля. То есть пока мы ничего, естественно, спрогнозировать не можем, и не можем сказать, что будет дальше. Но мы очень надеемся, что 1 сентября в любом случае будет, мы очень надеемся, что все ограничительные меры будут сняты, что инфекция отступит, и 1 сентября для всех школьников, и, конечно же, для первоклассников, зазвенит первый звонок, и что будет праздник знаний. Возможно, когда наши выпускники сдадут ЕГЭ, кто выбрал для себя такую форму сдачи все-таки, кто будет, принял решение сдавать выпускной экзамен ЕГЭ, то, возможно, после их сдачи мы сможем в каком-то формате порадовать наших выпускников. Но пока, естественно, об этом говорить рано, поскольку мы даже не можем спрогнозировать с вами, какая будет ситуация. Ну, а чтобы такая ситуация развивалась в благоприятном русле, и все-таки побыстрее снялись все ограничительные меры, конечно, многое зависит от нас. Как мы будем соблюдать все те ограничительные меры, которые сегодня действуют? Кстати, много ли выпускников артемиевских школ приняли для себя решение сдавать ЕГЭ? Ведь в этом году можно и не сдавать? Да, в этом году действительно все выпускники 9-х классов без сдачи экзаменов получат аттестаты, и 11-классники все получат. Порядка все-таки 80% наших школьников, они планируют сдавать ЕГЭ, потому что многие все-таки планируют поступать в высшее учебное заведение, а без сдачи экзамена, конечно, без результатов ЕГЭ поступить будет невозможно. Поэтому на сегодняшний день совершенно немного выпускников, кто принял решение не сдавать такой экзамен. Большинство все-таки будет сдавать. В прошлом году в адрес городской администрации прозвучала критика о том, что в нашем городе очень мало отремонтировано школ. Вот сейчас наступило лето. Самое время, чтобы ремонтировать учебные заведения. Мы ежегодно с началом лета начинаем подготовку наших учебных заведений и дошкольных учреждений к новому учебному году. И, конечно же, проводим текущие ремонты, но многие наши школы и детские сады требуют капитальных ремонтов. У нас есть заявки от руководителей, мы сами знаем, какие учреждения требуют ремонта. И выделяем денежные средства в бюджете, исходя из возможностей. В этом году будет ремонтироваться в ряде школ кровля и в детских садах, и в ряде учебных заведений будет производиться замена оконных блоков. Конечно, это недостаточно, это мало, поэтому мы сегодня нацелены на подготовку проектно-сметной документации, которая требуется для предоставления в администрацию Приморского края, в правительство Приморского края, для получения софинансирования. Процент софинансирования сейчас очень хороший. Практически 98% из заявленных средств финансирует краевой бюджет, поэтому нам сегодня нужно постараться, и мы стараемся и нацеливаем на это и руководителей наших учреждений, максимальное количество проектов подготовить, чтобы на 2021 год получить значительно большие суммы средств и запланировать ремонтные работы в значительно большем количестве образовательных организаций, нежели мы запланировали в этом году. Этим летом нам предстоит провести несколько общественных политических праздников. Прежде всего, это Парад Победы 24 июня. В Артеме уже началась подготовка? Подготовка не началась, поскольку до 15 июня в Приморском крае введены ограничительные меры, и мы, к сожалению, не можем собирать сегодня даже репетиции, массовые сборы людей, поэтому мы подготовку еще не ведем. Но мы пока еще даже не получили рекомендации ни с Министерства культуры, ни с вышестоящих организаций о том, в каком формате будет проводиться парад. Дело в том, что в городе Артеме никогда не проводился парад. У нас всегда было праздничное, торжественное шествие с участием войсковых частей. В этом году, я знаю, что однозначно будет проводиться парад. Это в городе Москве и в городах Воинской славы. В Приморском крае город Воинской славы это город Владивосток, там проводится всегда праздничный парад на 9 мая, поэтому я уверена, что 24 июня такой парад состоится в городе Владивостоке. Что касается нашего города, то я думаю, мы обязательно подумаем, еще посоветуемся с нашим советом ветеранов. Может быть, мы проведем мероприятие в каком-то другом формате, но то, что эти мероприятия обязательно состоятся, они будут. У нас традиционно в июне месяце проходит акция «Свеча памяти». Патриотическая направленность и акция, которая действительно уже... Эмоциональная и трогательная. Эмоциональная, трогательная, полюбилась нашим горожанам, они с удовольствием на нее приходят на эту акцию, поэтому я думаю, что если нам разрешат, мы проведем эту акцию тоже. Многие общественные организации, готовясь к 75-летию Победы, выиграли очень много грантов разного уровня, и федерального, и краевого уровня, и теперь планируют также проведение своих мероприятий, которые планировали, например, в апреле провести, в мае не удалось, сейчас они хотят их перенести на июнь-июль месяц. Поэтому, как только будет разрешено проводить такие мероприятия, мы обязательно их будем проводить и, соответственно, анонсировать в средствах массовой информации. Но то, что они будут проводиться, это точно. А поздравления ветеранов продолжаются? Все ветераны, которые живут в городе Атюме, они были индивидуально поздравлены на дому до 9 мая. То есть мы постарались сделать так, чтобы праздник 9 мая пришел в каждый дом, и каждый ветеран почувствовал наше внимание, внимание наших горожан и нашу заботу. Поэтому было очень много в этом году подарков, много продуктовых наборов. И мы организовывали концерты во дворах ветеранов, и многие жители видели эти концерты. И помимо ветеранов, многие жители просто... Не только видели, но и принимали участие в них. Да, и принимали участие. Поэтому мы постарались, чтобы наши ветераны именно всех обойти, всех поздравить до 9 мая. Еще раньше 12 июня будет праздник День России, государственный праздник. В нашем городе всегда проводились какие-то мероприятия. Что будет на этот раз? И будет ли? Да, проводились. К сожалению, в этом году, опять же, только, наверное, будем встречаться и проводить праздник по интернету. Различные конкурсы, квесты, викторины. Массовые мероприятия запрещены, поэтому никаких концертов в очном формате, естественно, не будет. Сделаем радиоконцерт и проведем какие-то именно мероприятия в онлайн-режиме. Пока это так. В завершении программы хотелось бы напомнить нашим телезрителям, что президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по принятию поправок Конституции Российской Федерации 1 июля 2020 года. Раз мы начинаем летнюю оздоровительную кампанию 1 июля, мы очень надеемся, что к этому времени будут сняты все ограничения и что мы сможем жители Артема смогут принять участие в голосовании, так же, как и все жители нашей страны. Пока такая информация, если что-то будет более подробное, то мы обязательно объясним, разъясним, в каком формате это все будет проходить, где можно будет отдать свой голос, проголосовать за поправки в Конституцию. Я думаю, что этому посвятим какие-то отдельные передачи. Уважаемые друзья, лето обещает быть жарким и насыщенным, так что силы нам с вами еще понадобятся. На этом я с вами прощаюсь, всего доброго, до свидания и до новых встреч в эфире. Я напомню, что это была Наталья Серафимовна Волкова, заместитель главы Артемовского городского округа. До свидания.